Цикл сюжетов, которые мы вам подготовили, посвящен 83-ю Магнитогорского молочного комбината. Представляете, 80 лет работает Магнитогорский металлургический комбинат, и 80 лет Магнитогорский молочный комбинат кормит вас своими замечательными продуктами. Ну, о истории мы немножко рассказывали, теперь о настоящем. И казалось бы, вот журналиста можно купить, но можно ли купить горожан? Какое их мнение о продукции Магнитогорского молочного комбината? Что для вас здоровье? Натуральный продукт, свежий воздух и движение. А натуральный продукт из молока, чей он? Первый вкус. Любишь сырки? Да, люблю. Ох, какой вы боевой, слушайте, хороший пацан. На молоке видать вырос. На каком молоке? На молоке мы ныне брали. Он у нас искусственник. А сейчас что кушает? Сейчас он кушает, тут у нас смешарики мы пьем, потом мы берем, как фирма-то называется, первый вкус. Снежок он пьет, ряженку пьет, пьет. То есть продукция первого вкуса вас устраивает? У нас продукция это очень устраивает. Любите молочко? Обожаю. А вот продукция, которая была в то еще время, помните молочного комбината, она вам запомнилась? Ой, я... Да, конечно. Правда, да? Запомнилась? Запомнилась. А то, что сейчас первый вкус и молочный комбинат, он традиции все сохраняет, по вкусу, по крайней мере? По вкусу, да, сохраняет. Во всяком случае, продукция первого вкуса намного лучше, чем другие все продают. Да, вот это вот отборное молоко мы всегда покупаем, оно очень хорошее. Извините, пожалуйста, вы так хорошо и молодо выглядите, потому что правильно питаетесь? Да, наверное, правильно питаюсь, потому что много молока пьют, ворога и сметаны ем. Я считаю, что это самый лучший продукт. То есть то, что нам природа дала, самое лучшее? Да, самое лучшее, я считаю, что это наилучшее. А чью продукцию предпочитаете? Ну, я вообще на первый вкус сейчас беру, больше его предпочитаю. Молочко употребляем? Да, с детства и очень люблю. А сейчас какое молоко выбираете? На рынке очень много всякого молока. Я беру отборку и свежую стараюсь брать. А производители? Ну, пока первый вкус из всего то, что вот у нас в городе есть, так скажем, более мне вкуснее. То есть добрый, старый вкус детства – это первый вкус все-таки? Ну, я еще другое скажу. Из всех других производителей первый вкус, когда закисает, с него получается прекрасная простокваша. Ну, конечно, на сегодняшний день рынок заполнен. Очень много поставщиков, не только местных, но и очень много привозной продукции. Но, тем не менее, все-таки мы считаем, что на сегодняшний день продукция именно первый вкус. Это на первом месте, он действительно первый. И мы желаем производителю и всей компании, которые участвуют как в производстве, так и в реализации этой продукции, мы считаем дальнейших успехов, и чтобы у них клиентская база с каждым днем все возрастала. Внимательный зритель заметит, что в некоторых случаях микрофон у меня просто выхватывали из рук, благодарный Магнитогорскому молочному комбинату «Горожане». Да это и хорошо, что такую активность вызывает действительно здоровый продукт, и в этом никакого лукавства. Мы просто проехали по нескольким точкам, где представлена продукция как первого вкуса, так и конкурентов. И вы все слышали. Но затем мы решили узнать у первого производителя, такое оно, молоко-то. К сожалению, коровки хоть и высокоорганизованные животные, но говорят только му. Эти же коровки живут и кормятся в идеальных условиях. Коровников я в свое время повидал немало, и телят своим светильником мы разогревали. Но в таких условиях ранее находиться не приходилось. Света здесь достаточно, тепло как в бане, еда вся свежая. И отсюда средний удой, представьте, почти 7 тонн молока на корову, и это не предел. Конечно, так дела обстоят у единиц, большинство же перерезало свои дойные стада. К сожалению, сиюминутный джип все еще остается пределом мечтания баранов в образе человека. Но радует, что не все потеряли суть крепкого хозяйственника, а крепкому и умному животноводу помощь от Магнитогорского молочного комбината обеспечена. Ранее такого не видели, но жить хочется? Конечно. Сегодня, учитывая то, что построили новый комплекс молочный, по новой технологии, сегодня мы работаем, что позволяет нам получать качественное молоко и отправлять на гормолозавод нашим горожанам. Какое оно молочко у вас? Какая жирность? Что в нем вкусного и полезного? Учитывая, что рацион сбалансирован по всем питательным веществам, сегодня молоко высокого качества, это первого и первого, высшего сорта молоко. Поэтому жирность 3,8, 4, 4 белок, 3 процента. И это позволяет сегодня хозяйству за счет жира и высокого белка получать хорошие деньги. И гормолозавод является сегодня нашей палочкой-выручалочкой, которая своевременно рассчитывается с нами, что позволяет нам своевременно рассчитываться с рабочими, те, которые трудятся сегодня на ферме. Меня порадовало то, что люди хотят работать. У вас высокая зарплата. Хотели бы вы видеть здесь молодой персонал? Конечно. Конечно бы хотелось бы видеть молодой персонал. Но желающих особо сегодня нет животного, потому что рано надо вставать. Ну давайте скажем, что рано вставать в Магнитогорску не привыкать. И зарплата доярки это сколько у вас? 20-22 тысячи. Продолжение следует...